Продолжение следует... Продолжение следует... На сегодняшний день можно ли уже какие-то акценты расставить и сказать о том, какие вопросы, какие темы наиболее сегодня были вы для Рязани и актуальны? Я бы выделил две ключевые проблемы. Первая это отходы и вторая это атмосферный воздух. То есть специфика все в зависимости от где мы находимся. То есть если мы принимаем граждан в Рязани, то это однозначно атмосферный воздух. Если мы едем в районы прием граждан, то это однозначно проблема общая и для граждан, и для глав местных администраций, и для управляющих компаний. Это организация сбора, перевозки, размещения, утилизации твердых коммунальных отходов. Ну вот вы сказали, что отходы это по каким-то свалкам несанкционированным или наоборот? Это и свалки несанкционированные, это и эксплуатация надлежащим образом тех свалок и полигонов, которые за законным основанием действуют на территории области и города. Это массовые нарушения порядка. Вот последняя прокурорская проверка, законченная в 2016 году, в первом квартале, выявила более 160 нарушений природоохранного законодательства. Именно по порядке сбора, утилизации отходов производства и потребления. Значит, и мало того, что нами также был проанализирован ролик в сети интернет, где с свалки промышленных отходов был сброс неочищенных вод, загрязненных нефтепродуктов на рельеф местности. В настоящее время у нас проверка по данному факту закончена. Материалы направлены в Следственный комитет по Рязанской области для проведения процессуальной проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 247 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть это нарушение правил обращения с отходами, повлекших причинение существенного вреда окружающей среде. Ну вот вы уже сказали, что работаете по обращениям граждан, да? Вы озвучили два примера. Еще по каким вопросам граждане обращаются? Еще на что жалуются? По Рязани это воздух обязательно. Поэтому мы анализируя ситуацию, экологическую ситуацию в регионе, мы должны тоже реагировать на нее определенным образом. То есть помимо тех проверок, плановых, внеплановых проверок, которые проводят предохранные органы контроля, мы должны также смотреть за соблюдением предохранных законодательств в этой сфере. Как мы должны смотреть? Именно путем проведения прокурорских проверок. То есть мы должны посмотреть ту сферу, где действует тот или иной орган контроля и дать оценку эффективности работы этого органа. Не подменять его, то есть если гражданин к нам обращается в прокуратуру, если нет критики в адрес органа контроля, прокуратура, не подменяя те службы, которые должны этим заниматься, должна перенаправить это обращение в адрес той службы, которая наделена этими полномочиями. И если уже гражданин повторно обратится к нам и скажет, я первый раз обратился, реального улучшения ситуации не возникло, тогда прокуратура должна принять это обращение к своему производству и уже пойти с прокурорской проверки и одномоментно посмотреть ту болевую точку, на которую показывает гражданин. И достаточность принимаемых мер и грамотность органа контроля, который занимался первоначальной жалобой. Потому что повторная жалоба на те или иные правоотношения, повторная жалоба, это большой минус в работе предоохранных органов. Ну вот у нас, скажем, жители микрорайона Дашково-Песочни, да, это регулярные вообще, я так понимаю, ваши клиенты. По воздуху. По воздуху, да. Какие мероприятия проводятся здесь, в этой части. Значит, на второе полугодие запланирована прокурорская проверка по именно соблюдению предохранного законодательства в части атмосферного воздуха. Что для этого сделано? Значит, мы не пошли по пути создания там бесчисленных групп, каких-то рабочих. Мы создали именно группу для решения конкретной проблемы. Вот. То есть пригласили Росгидромет, как единственный орган, который должен осуществлять государственный мониторинг атмосферного воздуха. Это пригласили Роспотребнадзор, пригласили Министерство предупользования экологии, обязательно экологические службы города пригласили, и Роспотребнадзор. Вот эти основные службы также запросили соответствующую информацию в органах полиции нашей. У каждого из этих органов существует лаборатория. Это лаборатория Роспотребнадзор, лаборатория Минприроды в городе и в МЧС. Все эти лаборатории проводят по тем или иным, и Росгидромет, по тем или иным критериям отбирают образцы атмосферного воздуха. Значит, надо это все положить на один стол, проанализировать с учетом силы и направления ветра и количества и вида загрязненных веществ, где возможно находится предприятие-загрязнитель в этой части. Затем нам надо вычленить из этого объема предприятий-загрязнитель те, которые уже проводились, подвергались проверкам, чтобы излишне не было на средний, малый и крупный бизнес давление со стороны прокуратуры, контролеров. То есть, где добросовестные предприятия, где уже контролеры сказали, что да, мы проверили нарушения, не выявили, и все организовано на высоком профессиональном уровне, именно предохранные мероприятия. Мы эти предприятия должны из этого списка удалить и оставить именно те, которые длительный период времени не проверялись, не подвергались проверке, или те, у которых были выявлены массовые нарушения. Были выписаны предписания органов контроля, но по тем или иным причинам длительный период времени они не исполняются. И с учетом, конечно, тех работ, которые уже проводила прокуратура области и прокуратура района. То есть, мы предприятия тоже удаляем из того списка, который мы намечаем в проверке. То есть, вот здесь сейчас пока идет такая работа аналитическая, чтобы нам четко выйти на второе полугодие с ясным планом проведения проверки и четким перечнем тех предприятий, которые подлежат. Чтобы нам правильно спланировать свои силы, средства и свои, и максимально обеспечить нашу проверку лабораторным сопровождением. Это тоже затраты государственные. И чтобы эти затраты государственные, они наиболее эффективно послужили на пользу гражданам нашей области и нашего города. Вы сейчас перечислили, скажем так, структуру, с которой вы взаимодействуете в основном, в общем и целом. Как вообще выстроено это взаимодействие? Насколько четко отработана ваша работа? И какие результаты положительные уже можно озвучить сегодня? У нас нет случаев неисполнения прокурорских поручений и требований. То есть, все службы, в принципе, я считаю, что и уверен, что они профессиональны. Везде есть профессионалы высокого класса. Единственное, на сегодняшний день у нас недостаточно именно межведомственной координации. То есть, одна служба не знает, что делает другая. Хотя можно было это все объединить, усилия можно как-то оптимизировать было, можно подключить какие-то другие организации. В том городе, где я работал, в Астрахани, у нас очень хорошо помогали общественные советы, куда входили пенсионеры тех природоохранных органов, которые проработали 30-40 лет. Очень хорошее было подспорье, потому что нам давалась аналитическая выкладка по тем или иным проблемным вопросам в динамике в 30 лет. Понимаете? То есть, это очень ценный опыт, который нам очень пригодился в работе. Я думаю, что здесь мы постепенно тоже в таком же формате будем работать, при желании этих пенсионеров поучаствовать в улучшении экологической ситуации в городе Рязани и области. Алексей Геннадьевич, что ж, я поблагодарю вас, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо за продуктивную и очень интересную беседу. Вам спасибо. Это была программа подробностей. Алексей Секин сегодня был у нас в студии. Мы благодарим наших зрителей за внимание. Всего вам доброго. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин